всем привет друзья вы на канале вязание не только меня зовут алена и как вы уже догадались по названию видео я хочу сегодня сделать анонс моего недельного вязального влога в первую очередь хочу вас всех дорогие мои зрители поблагодарить за ваше внимание к моим видео к моему творчеству и за ваши многочисленные просьбы и вопросы когда же будет алена недельный влог планируете ли вы проводить снова недельный вязальный влог почему поступают последнее время такие вопросы потому что я проводила свои недельные влоги вязальные один раз в три месяца и последний вязальный влог у меня был в конце сентября и потом планировался недельный влог перед рождеством но к сожалению планы изменились и мы были в отъезде поэтому получилось так что моего рождественского недельного влога не было и конечно же от вас поступило много вопросов будет ли вообще планирую ли я дальше проводить такие влоги и с просьбой чтобы я рассказала вам о своих планах ну и вот теперь видите я решила провести недельный вязальный влог я приготовила здесь пряжу хочу вкратце вам рассказать что я планирую вязать из той или иной пряжи конечно в процессе вязания может что-то измениться но во всяком случае хочу рассказать вам о своих планах я планирую на этой неделе связать начать вязать не связать а начать вязать 1 2 3 4 5 процессов я не знаю по времени что у меня получится но планы у меня таковы давайте я немножечко расскажу вам о них у меня в наличии есть вот такая пряжа ализе лана gold fine и вот такая насочная добавка это пряжа из города краснодара вы знаете да есть такой очень хороший магазин по улице путевая 5 я много рассказывал об этом магазине так вот эту же насочную добавку я заказывала здесь у нас в германии на сайте ввв книги янценде и там есть тоже отдел по пряжи до такой раздел вот это онлайн магазин ссылку я оставлю на этот магазин там много интересного я вот приобрела насочную добавку там потому что я слышал от маргариты она вязала крючком авоську и добавляла насочную добавку и она сказала что это прекрасная прекрасная пряжа которая стабилизирует форму стабилизирует изделие ну и что же хочу я связать вот это вот пряжа мне очень очень нравится но все дело в том что хотя здесь всего только 50 процентов шерсти 50 процентов акрила мне это пряжа колется я уже вязала один джемпер из этой пряжи подарила потом я вязала еще один подарила потом у меня была целая упаковка такой светло-светло бежевой пряжи я тоже ее подарила и получается что ну колется мне эта пряжа хорошая она да вот но для меня она колкая я решила связать из этой пряжи с добавлением насочной добавки сумку сумку также хочу вязать по мастер классу даши у нее есть замечательная такая красивая сумка она показывала на встрече сборной германии вяжет дружно сумка связана из такого плотного толстого хлопка крючком сумка связана очень такая интересная красивая и я подумала почему бы мне не попробовать сумочку связать и вот эту пряжу смешать да что у меня получится в итоге получится ли у меня что-то то что я себе как говорится представляю мы все это с вами увидим далее у меня есть вот такой клубок это уже клубок я смотала спазмы это пазма пряжа и рис предельного комбината имени кирова санкт-петербурга и здесь обычный метраж как в пазме и рис здесь 1800 метров 300 грамм веса получается 100 граммах 600 метров у меня две пазмы одну пазму я уже смотала такого цвета вторая пазма у меня на очереди ниточка достаточно тоненькая можно вязать крючком от номера наверное единицы до номера 2 я вот сейчас не помню где у меня этикетка но потом если найду я обязательно вам покажу цвет это видите вот такой терракотовый светло терракотовый я хочу связать из этой пряжи скатерть скатерть себе на стол так как в зале у нас стена немножечко посередине покрашена терракотовым оттенком и мне бы хотелось скатерть на стол под низ скатерти белую основу белую тканевую скатерть и наверх вот такую скатерть терракотового цвета буду вязать мотивами уже нашла в своей библиотеке мотив очень интересный и думаю что мне он понравится когда я буду вязать сразу скажу что мастер-класс на этот узор на этот мотив я тоже буду делать я планирую когда начну вязать я буду параллельно снимать для вас мастер-класс вот из этого хочу значит скатерть себе дальше у меня есть вот такая пряжа от фирмы ланг это швейцарский производитель на вена колор называется у меня было в наличии два мотка я начинала вязать палантин кто со мной давно вы уже видели мои эти мой этот процесс дома эти новости по палантину и потом я поняла что мне не хватает пряжи и получила в подарок на встрече рождественской два моточка от валентины и теперь я задумалась хочу ли я вязать палантин так как у меня последний уже был палантин ажурный и я связала для себя также очень красивый такой длинный такой богатый красивый шарф связала с длинными кистями вы также видели обзор этого шарфа но теперь вот мне захотелось связать не палантин не шарф а шаль из этой пряжи у меня в наличии 4 мотка шаль будет ажурная красивая но без кистей просто как платок связан да можно будет использовать и как бактус на шею повязывать и на плечи набрасывать в общем хочется связать из этой пряжи шаль и посмотреть конечно же переход всех этих узоров в шале то есть здесь будет ажурная шаль далее у меня в наличии есть вот такая красивая классная пряжа которую я получила на обзор от магазин сайта и мизинг в ул хозяйка магазина ольга я все ссылочки оставлю под видео на постоянной основе в этом магазине 10 процентная скидка для моих зрителей с промокодом абель и мизинг в ул магазин работает доставкой по всему миру то есть по европе и по всему миру если вы хотите заказать качественную хорошую пряжу а также из пряжа итальянского производства и других производителей пожалуйста проходите магазин и оформляйте заказ посылка пересылка по всему миру в этом магазине что очень конечно же удобно и так я получила 12 мотков вот такой замечательной пряжи это пряжа очень нежненькая легкой скрутки с вот такими маленькими нежными пайетками значит у нас здесь состав пряжи 65 процентов акрил 31 процент шерсти и 4 процента софт пайетки вот эти то здесь в 50 граммах 175 метров то их классный такой очень метраж вообще и вот обозначение все пожалуйста я вам показываю и здесь вот рекомендации спицы 4 миллиметра я буду вязать в 2 нити на спицах четыре с половиной посмотрю узора никакого не будет либо это будет лицевая гладь либо это будет платочная вязка может быть даже спицы номер пять я возьму да потому что ниточка она еще может быть раскроется после стирки чтобы не забитое было изделие и я еще подумаю может быть я буду вязать платочной вязкой вот мне хочется до такой какой-то фактурная немножечко изделия и эту пряжу я буду смешивать с вот такой пряжей у меня есть наличие вискоза ализе пуфи файн я получала ее от ины тищенко эту пряжу же не производят ее сняли с производства сейчас у ализе есть пуфи файн но это совершенно совершенно другая пряжа здесь же смотрите написано вискоза состав этой пряжи у нас получается так 50 процентов вискоза 50 процентов акрил вот здесь пожалуйста все обозначения это очень очень тоненькая пряжа здесь у нас получается в 100 граммах 440 метров я планирую эти две пряжи в изделии скомбинировать это будет простое базовое изделие как сейчас вот модно да без всяких ажуров без всяких узоров что-то возможно немножечко в спортивном стиле такой план у меня ну а что у меня получится или не получится мы это с вами все увидим и так же у меня план есть на пряжу опиум я тоже получила эту пряжу с магазин сайта и мезинку это фактурная такая фантазийная пряжа очень интересная ниточка из которой получается очень интересные изделия из такой пряжи вязала юля очень интересную такую кофточку простую но достаточно смотрится вот за счет вот этой пряжи видите здесь ниточка тоненькая потом ниточка толстенькая когда вяжу там где толстая ниточка получается такие вкрапления на изделии очень очень красиво смотрится я видела такое изделие у юлии связано также вязала еще из такой пряжи анюта ее канал вязаный стиль от анны и также с этой пряжи работает работала также Танечка, она тоже начинала процесс, у нее там была смесовка такой пряжи опиум и еще немножечко другой, и всем эта пряжа нравится, значит, здесь получается, вот, пожалуйста, цвет этой пряжи, здесь 100 грамм и 250 метров, состав этой пряжи 54% хлопок, 42% премиум акрил и 4% полиамид, вот, очень мне хочется попробовать из такой пряжи повязать, как это будет смотреться, и я думаю, что я буду вязать по мастер-классу Юлии, мне очень понравилась ее модель, у меня в наличии достаточное количество этой пряжи, поэтому буду пробовать, ну, и на результат мы с вами также посмотрим вместе. Ну, и, конечно, мне очень приятно, что вам полюбились мои недельные вязальные влоги еще и потому, что мы с вами беседуем и общаемся на тему литературы, на тему фильмов, то есть я говорю вам и рассказываю, какие фильмы мне понравились, которые я последнее время посмотрела, вы также мне рекомендуете в комментариях еще какие-то фильмы интересные посмотреть, также я рассказываю вам про литературу, которую я прочитала, про те или иные книги тех или иных авторов и рассказываю вам о своем впечатлении о той или иной книге. Вам очень понравились такие вязальные влоги на моем канале, немножечко, можно сказать, нетрадиционные, потому что в основном все остальные девочки проводят на своих каналах вязальные влоги только-только о вязании, ну, а я решила еще с вами добавить тему общения, как-то поближе с вами пообщаться и еще поговорить на другие какие-то темы, кроме вязания. Вот, в общем-то, и все, я рассказала вам о своих планах на будущую неделю, ну, а что у меня будет в итоге получаться, что я буду вязать, я буду каждый день вам в течение следующей недели все это показывать. Друзья мои, приглашаю вас на мой недельный вязальный влог, на этом свое видео хочу закончить, желаю вам всего самого наилучшего и до новых встреч!